Всем привет, ребята! В этом видео я буду говорить на русском языке, поэтому если вы из Европы или ещё откуда-то, пожалуйста, включайте субтитры на английском. Очень часто мне в моих комментах пишут, что жизнь в Европе хуже, чем в России, потому что тут высокие цены на продукты. Недавно мой друг из Москвы сходил в магазин и скупился там. Сегодня наглядно по этому списку покажу вам, что это не так. Сравним цены и заработные платы в Европе, и то, насколько выросли цены после 24 февраля. Я пришёл в Теска, это огромная сеть супермаркетов во всей Европе, есть даже в Турции и был когда-то в Штатах. Кстати, вот цены на бензин и на что это? Ну, это для тех, у кого есть машина, у меня её нету. Вот, посмотрите, может что-то вынести для себя. Этот магазин реально очень большой, тут есть даже одежда. Даже можно прийти и выбрать себе книжку. The Rock или The Lonensky, если хочется. Тушка цыплёнка, мой друг выбрал, 1 килограмм 700 грамм весит. Здесь 1 килограмм стоит 71 крону. Сосисочки 480 грамм, тут есть 220 и стоит 59 крон. То есть 220 плюс 220, 120 крон за 440 грамм. Вообще, тут не берут такой большой хлеб, как у нас. Чаще всего берут вот такие вот маленькие булочки, и стоит одна такая булочка 4 крона. На себя чаще всего я беру просто вот такой вот нарезной за 29 крон. Вот, кстати, бекон 100 грамм стоит 21 крону. В то же время, Макс выбрал 150 грамм 99 рублей. Дальше в видео я сравню заработную плату в России и ЕС, и то, почему лучше всё-таки жить в Европе. Шампиньоны, вот и они. Такой же заточек, как моего друга, стоит 32 крона. Также я люблю брать всякие йогурты. Например, вот. Вот этот мега вкусный. Это Кремоу Дио. По клубной карте 19, обычная цена 27. Клубную карту действительно выгодно сделать. Ещё я очень часто люблю брать себе виноград. Обожаю. Но вот цены на виноград тут реально дорогие. 69 крон. Обычно я покупаю за 32, за 35. Пельменей и вареников тут нету, зато очень много замороженной пиццы. И стоит, кстати, одна пицца 79 крон. А вот, допустим, я люблю с пепперони. Она 89 и по клубной карте 64. Сука, да как же я хочу эту клубную карту. И вот ещё миллиард всяких штук вместо варенья и пельменей. Но пицца тут прям реально до хрониллиона. На самом деле Чехия одна из парадоксальных стран Европы. Если в остальных странах, типа Франции, Германии, можно встретить продукты из Италии, Испании и так далее, то здесь процентов 70-80 это поставщики из Чехии, которые по сути забрали себе весь рынок. То есть продукция из Испании сюда проезжает очень редко, потому что её просто вытеснят гиганты из Чехии. Например, Украина сейчас поставляет дешёвое зерно в Европу. И разумеется, те, кто поставляет зерно для своей страны из ЕС, это не нравится. Потому что по сути та же продукция за дешёвые деньги. И из-за этого в Чехии Украину стараются вытеснить. Не только, в Чехии много где. Ну, а что делать, это бизнес. Вот, кстати, смотрите, пока я им искал, всё-таки нашёл иностранную фирму из Франции. 72 крона. Да. По спискам Максу он ещё взял себе сыр. Вот сыр. Для себя я чаще всего беру вот этот. Он стоит 38 крон, но я беру на вес, это стоит дешевле, это где-то 25. Обычного молока тоже много, очень разного. Вот, за 26. Как вы можете видеть, выбор продуктов очень большой. Поэтому я буду отталкиваться, исходя из того, что чаще беру я. Молоко я обычно беру за 23 крона. Это домой можно купить ещё себе просто какого-то мяса за 149 крон в килограмм. И ещё, что я заметил, бургеры. Когда я только сюда приехал, мы питались только этими бургерами, они очень сильно подорожали. Например, в марте прошлого года два таких бургера стоило 49 крон. Сейчас уже 79. Кондиционер для белья 1,7 миллилитров. Стоит в России 119 рублей. Здесь он стоит 69 крон, 1,8 миллилитров. Губки для мытья посуды 2 штуки, 79 рублей. Здесь продаются 3 штуки за 30 крон. Губки для мытья посуды 5 штук, 24 рубля стоят в Рашке. Здесь за 14... И сколько это вообще? 10 штук за 14 крон. Ещё мне очень нравится в ЕС то, что это дружные страны. Они дружат и сотрудничают. Я в Чехии. Чехия находится рядом с Австрией и рядом со Словакией. Рядом с Германией. Зарплата в Германии больше, чем в Чехии. Ну и цены там тоже больше. Я знаю людей, которые живут в Чехии, а работают в Германии и покупают продукты, а не в Чехии. Зарабатывают больше, тратят меньше. Точно так же делают и в Словакии. Они зарабатывают деньги в Чехии и возвращаются жить в Словакию. Поэтому жители ЕС могут спокойно сесть на машину, доехать до соседней страны, найти там работу, жить в своей стране, работать в той. Полотенце бумажное. Два слоя, один рулон. В России стоит 109 рублей. Здесь 22 кроны. Есть и подороже. Есть и 114. Есть и 46. Можно вот с овечкой за 84. Но я бы взял вот такие. Слишком большой магазин, я не могу здесь найти женскую бритву, поэтому я просто посмотрю, сколько она стоит в интернете. Вот прямо сейчас сравните цены. Кофе Жакей. Я не знаю вообще, это хороший кофе или нет, но исходя из названия, думаю, что не очень. Вот какой-то выглядит похоже и стоит за 250 грамм 79 крон. В России стоит 229 рублей. Либо можно совсем охренеть в край и купить крутой кофе Старбакс за 349. Старбакс это очень дорогое кофе. Я думаю, везде это знают. Биллионы всяких разных приправок, честно, я вот даже подбирать не буду. Просто, ну, в среднем цена, ну, от 20 до 40 крон, пусть будет так. Но за 40 крон это какая-то очень дорогая приправа. У него тут имбирь, розмарин, просто приправка и шафран. Пусть будет каждый из этих приправ по 25 крон. Чипсы, начиск кукурузные, 150 грамм 79 рублей. Вот, например, 120 грамм 39 крон, я не знаю, что это. Вот 125 грамм 26 крон, я тоже не знаю, что это, но просто какие-то чипсы. Я обожаю вот эти чипсы. Они появились, по-моему, год назад, они мега вкусные и подорожали в цене в два раза, ровно в два раза. То есть стоили изначально они, по-моему, 32 кроны, сейчас уже 54. Я не могу найти конкретно этот гель Old Spice, ну, слишком много их здесь. Поэтому я, опять же, просто найду в интернете, вот, ребята, смотрите. Как и везде, в Чехии после 24 февраля выросли цены. Причем выросли они достаточно сильно, потому что за прошлый год, за позапрошлый год в Чехии цены поднимались за год, ну, процента на 4, на 5 максимум. В 22 году на 10. Конечно, здесь и зарплаты растут быстрее, чем у нас. В то же время в России цены выросли за 22-й год на 10% только на продукты. На косметологические и всякие химические вещества они выросли на 15. А на технику, начиная от айфонов, заканчивая машинами, они выросли на 20-25. И леденцы холлс за 51 рубль. Вот такие же леденцы холлс и стоят 18 крон. Только в России 24 грамма, а тут 33 грамма. И вот огромный стенд со Старбаксом. Для самых богатых. Соус соевой, уксус рисовой и уксус бальзамический. Все это я понаходил в интернете, потому что ходить по магазину, это все искать, ну, я ебнусь. Я еще не считал, я не знаю, какая цена в итоге получилась. Но почему-то мне кажется, что в итоге дешевле здесь. Плюс заработная плата здесь выше, чем в России. И рабочий день здесь короче, чем в России. Так или иначе, сравнивать уровень жизни русских и европейцев, исходя из цен, бесполезно. Это лишний раз покажет, что в Европе уровень жизни выше, чем в России. Даже несмотря на то, что в ЕС достаточно высокие зарплаты, цены все так же низкие. Мы вообще могли не заниматься этой фигней и не сравнивать цены. Просто открываем гугл и пишем «ВВП на душу населения». Здесь у нас огромный список стран. По сути, нам пишут, где лучше жить. Почти весь топ держат страны ЕС. Самое интересное чуть-чуть ниже. Россия занимает 55 место. На секундочку, Россия владеет газом, алмазами, золотом, всей таблицей Менделеева. А Словения занимает 40-ое. На секундочку, Словения это одна из самых бедных стран ЕС. Украина занимает 103-е место. Средняя заработная плата в Чехии сейчас, на 23-й год, это 100 тысяч рублей. Примерно в этом круге. В России в то же время 60 тысяч рублей на всю страну это средняя зарплата. И 60 тысяч это получают люди с образованием. Например, средняя заработная плата у медиков в России от 40 тысяч рублей до 47. Недавно я ходил в больницу и там висит объявление. Заработная плата 56 тысяч крон. А средняя заработная плата у медиков по всей Чехии это 92 тысячи крон. Ещё очень часто мне пишут русские в комментах, что выросли цены на газ в Европе. Это так. Вы немножко не понимаете, как здесь работает вообще система газа. У нас в конце каждого месяца тебе приходит квитанция, где написано, сколько ты платишь за каждый куб. И цена на следующий месяц может стать в два раза больше. В Европе же так это не работает. В декабре каждого года они ставят таксу за один куб газа. Например, если Чехия поставила в январе 2022 года 40 крон за газ, в мире что-то случилось. В итоге в марте не может быть такого, что цена уже 200 крон за куб. Может быть, что 60, может 70. В первую очередь это проблема правительства. И этим мне нравится Европа, они думают о людях. То есть не может быть такого, что цена за два месяца подросла в 3-4 раза. Конкретно на сегодняшний день она подросла чуть больше, чем в полтора раза, отталкиваясь от февраля 2024. Ребят, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, скоро будет еще много интересных видосов. Скоро я сравню, чем отличаются фастфуды в Европе от фастфудов в России. Всем спасибо и всем пока. Блэх.